всем привет приветствовать вас на моем канале сегодня я с вами делюсь мои в моей жизни самым быстрым тортом за час и торт готов от начала до конца в интернете такой торт уже есть утверждает что он похож на наполеон нет не похож на наполеон я вообще не знаю что может быть вкуснее наполеона если не тирамису но это для меня и все-таки наполеон это заварным кремом здесь крем на сливках и сгущенки но на самом деле очень вкусный торт очень быстрый для домашнего чаепития для гостей супер вот всего лишь эти три ингредиента сегодня будут в торте если честно мне даже самой странно у меня если торт так торт весь стол заставлен обычно множеством ингредиентов и торты обычная достаточно сложные делаю по ингредиентам хотя делаются они не так сложные в моем плейлисте торты можете посмотреть у меня очень много вкусных разных тортиков но сегодня торт вот очень быстро времени нет за час торт будет готов то есть беру сливки сгущенку и готовое слоеное тесто и так все по порядку так ну вот с я отмерила какой у меня длины будет торт конечном результате нарезаю полосочки тесто не раскатываю но не должно быть тонким иначе будет торт сухой если вы будете делать тонкие прям полоски я имею ввиду по толщине вот самого теста не по ширине полоски полоски складываю на противень и ставлю в хорошо разогретую духовку у меня 190 градусов на 15 минут тесто у вас должно с хорошо зарумяниться быть золотистым поэтому смотрите уже по своей духовке у меня 15 минут пока выпекаются тесто делаю крем крем самый простой сливки 500 миллилитров берут лучше брать чем жирнее тем лучше у меня 33 процента сливки и банка сгущенного молока вот пока тесто я нарезала и ставила первый противень сгущенку я поставила в холодильник она не должна быть теплой и жидкой взбиваю сливки еще один такой момент если у вас сливки сладкие то тогда не естественно сахара не добавляете но попробуйте если не сладкие то на 500 миллилитров 4 столовых ложки сахарной пудры будет достаточно взбиваю сначала сливки через пару-тройку минут добавляю сгущенное молоко вот сливки когда уже вот так вот стали такие вот мягкие можно водить потихоньку сгущенку то есть как бы не до конца еще они взбиты но и уже не жидкие все крем готов вот сливки они должны быть вот такими вот мягкими и но смотрите главное добить сливки и не перебить опять же чтобы не начали в масло они превращаться вот должны вот так вот спадать вот медленно спадать пока допекаются коржи ставлю крем в холодильник и собираю торт на стол расстилаю пищевую пленку немножко сюда вот кладу крема по длине полосочек которые выпекали полосочки вот такие вот красивые у меня получились хорошо поднялось тесто поэтому я его не прокалывала когда выпекала раскладываю вот так вот рядом друг с другом у меня получится по 4 полосочки я буду делать вот такой вот ширины теперь кладу крем так чтобы он попадал и между полосочками и сверху раскладываю следующий ну вот у меня получилось три слоя от того что тесто хорошо поднялось это очень хорошее тесто и теперь смазываю вот так вот борта полностью везде чтобы был крем обмазала со всех сторон и теперь пленку поднимаю вот с каждой стороны плотно делаю пленку сюда немножко как бы вот так вот прижимая чтобы плотненько сошлись полоски которые спекли с двух сторон вот так вот заматываю и ставлю в холодильник минимум на два часа чтобы торт сейчас просто застыл а потом посыпаю кошкой и теперь уже вот от двух полосок две лишних полоски я делала посыпаю крошкой весь тортик и вот смотрите я специально с двух сторон кладу две бумаги пищевых для чего чтобы теперь вот как раз аккуратно достаю бумагу и все и блюдо остается здесь чистым это очень удобно и поставлю торт в холодильник на ночь обязательно нужно поставить на ночь чтобы он пропитался иначе он у вас будет сухой внутри и еще один такой момент ни в коем случае не раскатывайте тесто от этого тоже зависит он у вас пропитается или нет чем тоньше тесто тем она будет суше тогда не пропитается на ночь ставлю а завтра отрежу кусочек и посмотрим какой же он внутри ну вот как и обещалась сейчас отрежу кусочек покажу как он выглядит внутри но скажу вам честно я уже попробовала потому что я еще сделала дополнение маленький тортик вот попробовать на завтра очень вкусно получается режется не очень поэтому режу вот сырным ножом то есть режьте ножом чтобы были обязательно зубчики потому что слоеное тесто она всегда режется не сильно хорошо не как бисквитная ну и вот выглядит это вот так вот красиво если аккуратно делать то есть срез у вас будет аккуратный не жалейте крема за сутки хорошо вот пропитывается он хотя вот здесь вот вот сейчас покажу в тесте есть вот такие вот пустоты но очень нежная получается если у вас больше суток постоит то это точно пропитается замечательно он совершенно не сухой делайте такой торт быстрее торта я в жизни не делала это на самом деле повторюсь и очень вкусно получается домашний вот такой вот тортик делитесь этим рецептом с друзьями подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки и поставьте обязательно колокольчик чтобы не пропустить новые рецепты